Всем доброго дня на канале МастерССС, на связи с вами Серега и первым делом ставим лайк данному видео, потому что помним, что следующее, восьмое по счету занятие, я для вас запишу только после того, как это видео наберет более 55 лайков, не забываем об этом. Сегодня мы с вами будем знакомиться с ссылками на сайте, как их создавать, какие они бывают и так далее и тому подобное, поэтому сейчас давайте мы пропишем обычный тег h3, в котором напишем следующее, ссылки на сайте, замечательно. Итак, как же создается ссылка? Делается это очень просто. Задается она при помощи простого тега a, вот так вот, это парный тег, поэтому не забываем его закрывать, и в самом теге первым делом нам необходимо указать атрибут shref, который непосредственно указывает, куда попадет человек, нажав на ссылочку. Давайте мы сейчас напишем адрес моего блога http2.mastercss.com И вот здесь уже внутри ссылочки мы пишем текст, который будет отображаться на странице. Давайте напишем перейти на блог Сереги. Точка. И обратите внимание, что вот этот текст, который отображается на сайте, он называется по-другому еще анкором, то есть это анкор ссылочки. Давайте мы сохранимся, перейдем на нашу страничку, посмотрим, вот наша ссылочка, видим, появилась, жмем на нее и попадаем на мой сайт. Вот так все это дело устроено, довольно просто, согласитесь. И теперь давайте покатаемся по атрибутам. Но сначала давайте кое-что другое разберем. Смотрите, всего ссылок на сайте бывает три вида. Первый вид, это тот, который вы увидели сейчас, называется внешняя ссылка. В чем ее суть? Это тогда, когда ссылка ведет на другой домен. То есть, допустим, представим, что это наш какой-то сайтик, то есть обычный, например, site.com.index.html. И здесь есть ссылка, которая ведет на мой блог, то есть уже на другой домен, mastercss.com. Так вот, такая ссылка, которая ведет на другой домен, она называется внешней. Дальше, еще следующий тип, это внутренние ссылочки. Внутренние ссылки, это те, которые ведут на другую страницу сайта, но на том же самом домене. Например, если мы нажмем здесь заработок на продаже статей, ну или любую статью откройте на моем блоге, и мы попадем на новую страницу, но домен остается прежний. Обратите внимание, mastercss.com. И вот здесь эта ссылка, она ведет на другую страницу, но тот же самый домен, поэтому она называется внутренний. То есть, переходы внутри сайта. Отлично. Ну и третий тип ссылок, называется якоря. Мы их тоже сегодня разберем. Якоря это ссылки, которые ведут на какой-то определенный участок страницы. То есть, они перемещаются, люди по ним перемещаются сугубо в районе одной странички. Так, ну думаю, с этим понятно. Теперь давайте разбирать атрибуты. Итак, атрибут, шреф мы уже с ним познакомились. Какой еще? Есть, можно прописать атрибут title, то есть это всплывающая подсказка. Так, давайте мы тут напишем блок Сереги. Отлично. И также обратите внимание, что по умолчанию наши ссылочки, они ведут все на одну, то есть при нажатии они переходят на новый сайт в том же самом окне. Так вот, это благодаря атрибуту, который называется target. Так, target равняется. И по умолчанию у этого атрибута значение self, то есть открыть ссылку в той же самой вкладке. Но мы можем поменять это значение self на blank. Давайте мы напишем blank. Так, не помню, сейчас еще не так напишу. Правильно написал. И когда есть этот атрибут, наша ссылочка, она открывается уже в новой вкладке. Так, давайте я обновлю страницу. Щелкнем, видим, она открылась уже в новой вкладочке. Вообще, если честно, изначально этот атрибут подразумевает открытие ссылки в новом окне браузера. Однако, этот атрибут создавался тогда, когда еще понятия вкладок не было. То есть, когда браузеры, они все открывались в новой ссылке в новом окне. Поэтому, как бы по умолчанию, target означает открытие ссылки в новом окне. Но на самом деле ссылочка открывается в новой вкладке. Ясно с этим. Так, теперь дальше. Что еще? Что еще вам сказать? Так, следующий атрибут. Rel давайте разберем. Вообще, у этого атрибута видим много значений. Но, если честно, я использую на практике только одно, которое называется NoFollow. Это значение задается специально для поисковых систем. И оно указывает поисковой системе, что эту ссылку индексировать нельзя. То есть, если у вас есть сайт, и вы ссылаетесь в статье на какой-то другой сайт, который не по вашей теме, и вообще, который при индексации ссылки, которого у вас может упасть рейтинг в поисковой системе, вы просто включаете атрибут RelNoFollow. И тогда ссылка есть, но поисковая система ее не учитывает. Итак, думаю, с этим разобрались. Давайте мы теперь уберем и Target, и Rel. И теперь давайте поучимся делать якоря. Как вы помните, якоря – это ссылки, которые перемещают, отвечают за перемещение внутри странички. Давайте мы пока заведем пустую ссылку, напишем в ней «перейти», ну, давай, топой выше напишем. По приколу, да? И смотрите, раньше якоря они задавались следующим образом. Например, мы размещаем здесь еще один тег «a». Так, а здесь пишем не шреф, а name равняется. Так, и напишем, давайте, решетка «go-go». Вот так вот. Ну, «go-go-go», да? Вали отсюда. Так, все, ссылочка полностью пустая. Вот все, что в ней есть. И чтобы эта ссылка перешла на «to», нам здесь необходимо в атрибуте «shref» прописать решетка «go-go». Так, стоп, 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 стоп. Вот здесь, где нейм, решетка не нужна. Так, все, вот нейм, решетка не нужна, а здесь решеточка нужна. Сохраняемся. Давайте мы обновим страницу. Посмотрим, топой выше, жмем и видим. Перешло на «go-go-go». Но сразу говорю, что атрибут «name», он как бы устаревший. И в HTML5 он уже не учитывается. То есть не надо его использовать в HTML5. Я просто вам показал, потому что многие еще его используют, и вы должны знать. Смотрите, какой сейчас атрибут используется. Используется вообще просто новый идентификатор задается. Давайте мы, например, напишем тегу «h3id равняется go-go-go». То есть три буквочки «go», да? И здесь напишем «go» и «go». Так вот, надеюсь, я вас не запутал. Вот так. И теперь, теперь, теперь давайте мы обновим страницу. Так вот. Нажмем топой выше и попадем вот сюда. Видим, да? Типы списка в HTML. По коду смотрим, где наш «go-go-go». Типы списка в HTML. То есть именно таким образом через ID мы задаем якорь. И мы можем его задавать любому, абсолютно любому элементу на нашей страничке. Помните об этом. Так, замечательно. С этим мы разобрались. В принципе, все, что надо по ссылкам, такое я вам показал. Потому что больше функционал, честно говоря, не используется. Но иногда на страницах попадается такой тег. Размещается он в теге «head» в шапке сайта. И называется «base». Это одиночный тег, который отвечает, как должны вести себя все ссылки на странице. У него есть всего два атрибута. Первый атрибут «target». Вообще все эти два атрибута вы знаете. И здесь мы должны указать, как наши ссылки будут обрабатываться. Причем они будут обрабатываться сразу все. Давайте мы нажмем «blank». Выберем здесь. Сохранимся. Так, обновим нашу страничку. И теперь смотрите, если я нажму «топай выше», у нас она откроется в новой вкладочке. То есть применяется атрибут «blank» ко всем ссылкам. Перейти на блок «Сереги», опять-таки ссылочка открывается в новом окошке. Видите, да? Помним об этом. Так, еще один атрибут. Называется он «shref». Ой, да, «shref», «shref». Все правильно. Так, равняется. И здесь мы должны прописать абсолютный путь к ссылочкам. Ну, не должны, а можем прописать. Ну, чтобы вы поняли, что такое абсолютный путь, потому что словами я это объяснить не смогу. Давайте мы зайдем на любую статью на моем сайте и скопируем вот этот адрес. Page. Заработок, да. Ой. Так, page. Вот так вот скопируем все это дело. То есть до слэша. Так, вставим. Давайте пока здесь атрибут мы этот удалим. Опустимся пониже. Вставим его в нашу ссылочку. Вот сюда. То есть http уберем, оставим просто вот эту надпись. Давайте мы сохранимся. Обновимся. И теперь, смотрите, переходим на эту ссылку. И у нас выдается ошибка. Ну, правильно. Мы же не указали домен. У нас просто переходит сюда, а такой записи здесь, в принципе, нет. Так вот. Мы можем прописать абсолютный адрес для наших сайтиков. Для наших ссылок давайте мы скопируем. Ставим сюда. Так. Shreff равняется http master. Master.css.com. Сохранимся. И теперь, смотрите, вот этот http master.com, master.css.com слэш будет добавляться ко всем нашим ссылкам. Так, давайте я это уберу. И, смотрите, вот тут навожу. И у нас, обратите внимание, здесь выбивается. Видите, добавляется абсолютный путь master.css.com. Нажмем, и у нас откроется уже эта страница без ошибки. Но будьте внимательны. Теперь якоря, они тоже все будут открываться здесь. Видите, да? Вот так вот. Поэтому, если есть этот атрибут, будьте с ним аккуратны. Давайте я его отсюда удалю. Он нам здесь не нужен. Так вот. А здесь оставлю master.css. Так вот. Ну что ж, в принципе, в принципе, друзья, на этом все. А, еще один момент. Атрибут target. Он, мы можем его использовать на html, в html страничке. Но, если честно, как бы, в html пятом он уже не рекомендуется к использованию. Почему? Я без понятия. Просто ошибок выдавать не будет. Не рекомендуется. Ну, как бы, я использую. Ничего страшного. Поэтому вы тоже можете его использовать. Вот теперь действительно все. Спасибо за внимание. И ставим лайк. Субтитры сделал DimaTorzok